Дорогие друзья, приветствуем всех на нашей кухне! Сегодня мы будем готовить обед для капха-доши. Это в переводе с санскрита капха-слизь. Эта доша олицетворяет собой тучность, накопление слизи в организме, и поэтому продукты для нее должны быть максимально сухими и без большого содержания молока, то есть с минимальным его количеством. Сегодня мы будем готовить рагу и салат. Мой помощник! Адамик! Мне в этом поможет. Горох варится дольше всего, поэтому первым делом мы ставим варить его. И начинаем резать баклажаны достаточно мелкими кусочками, после чего будем их жарить на среднем огне, на сковороде. В кожуре баклажанов содержится вещество антоцианы, способное восстанавливать клетки организма. Люблю тебя, пап! Готов? Пока мы будем делать первое блюдо, нам нужно подготовить соевый текстурат. Это соевое мясо. И замочить его водой. Для изготовления соевого мяса используются соевые бобы. Их перемалывают в муку, а затем происходит процесс их обезжиривания. В соевом мясе есть все незаменимые аминокислоты. Далее мы режем брокколи достаточно мелкими кусочками. Можно использовать как ножки брокколи, так и верхушки. На сковородку наливаем растительное масло и добавляем специи, которые рекомендованы для капха-доши. Это асфетида, горчичное семя, имбирь, кардамон, кориандр, кумин или зира, куркума. Можно перемолоть лавровый лист. Также я добавляю шафран и мускатный орех. Специи пожаренные на масле раскрывают свой вкус. После этого мы добавляем на сковородку, пережариваться все оставшиеся ингредиенты. Жаренные баклажаны должны дойти до консистенции поджаренной корочки. Время от времени мы их силиконовой лопаткой перемешиваем. И параллельно, пока они жарятся, добавляем в нашу кастрюлю воду. Для того, чтобы закидывать все необходимые овощи, это брокколи, фасоль, чтобы они вскипели. То есть долго варить, овощи не нужно. Сваренные брокколи и фасоль, пожаренные баклажаны. И я начинаю отрезать сыр. Это белый сыр паниры, не соленый. Его мы режем мелкими кусочками. Далее добавляем в нашу будущую рагу отваренный горох и панир закладываем. После чего закидываем туда жареные баклажаны и все перемешиваем. Практически наше рагу готово. То есть оно варится, по сути, недолго. Соевое мясо режем мелкими кусочками. Радомиру очень нравится участвовать в этом процессе. Налимаем масло и для того, чтобы немножко, чтобы поджарить нашу соеву. Для салата я использую те же специи, что и для овощного рагу. Для ускорения процесса поджариваю специи на половинке сковороды. Пока у нас жарится соевое мясо, мы нарезаем петрушку. При нарезке петрушки часто используют только листики. На самом деле для салата можно резать и ножки петрушки. В поджаренное соевое мясо мы добавляем фасоль и пережариваем их вместе. Наше рагу готово. Вот так оно симпатично выглядит. В своих блюдах я использую гималайскую розовую соль. В ней содержатся калий, магний и кальций. Именно они делают эту соль розовой. Также я соль добавляю в салат. Она очень полезная. В ней много минералов. Салат перемешиваем. И вот он уже получается практически готов. Остается только мелко нашинковать капусту. Я это делаю большим ножом. Маленьким ножом получается не так хорошо. И после того, как мы капусту нашинковали, уже салат готов к употреблению. Всем желаем приятного аппетита. И надеюсь, что эти блюда вам покажутся вкусными. И вы получите пользу.